Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 12 марта, вторник. В эфире Центр управления регионом с генеральным директором регоператора по вывозу ТКО «Аллерон плюс» Еленой Курдюмовой. На повестке дня вопросы от забайкальцев, касающиеся качества работы компании. Первый вопрос – это судебные приказы о взыскании долгов за якобы предоставленные, но не оплаченные потребителям услуги. Договор является публичным. И с момента начала деятельности регионального оператора в силу действующего законодательства договоры заключены автоматически, то есть со всеми гражданами, проживающими на территории Забайкальского края. Ну, то бишь в зоне деятельности регионального оператора – это Забайкальский край весь. Поэтому заключить его на бумаге можно, но не обязательно. Как пояснила директор компании, если вас что-то не устраивает в договоре, который, к слову, заключен с вами автоматически, и отказаться от услуг регионального оператора нельзя, вы можете как бы направить претензию. Сделать это предлагается на электронную почту или звонком в колл-центр. А теперь, что касается судебных приказов и взыскания долгов. Мы активно работаем с мировыми судьями в части задолженности населения. И здесь ситуация следующая. В 2022 году у нас в Гражданско-правовой кодекс были внесены изменения. То есть ресурсоснабжающая организация, ну, либо региональный оператор, может направить заявление без данных потребителя, должника. То есть судебные участки у нас, суды, сами устанавливают данные должника и уже потом, после того, как они это установили, выносят судебный приказ. Каждый месяц регоператор направляет около 7 тысяч заявлений на взыскание. Например, на июнь 2023 года забайкальцы недоплатили Алирону 800 миллионов рублей. Даже если вы дали согласие на предоставление услуг, а оператор начал работать раньше, то долг будет начисляться со дня захода компании в ваш населенный пункт, а не со дня дачи вашего согласия. Далее все так же вопрос о неоказании услуг, только теперь о перерасчете, когда заявители просят доказать, что мусор все-таки не забирали и только потом пересчитают плату. Доказать мы никого не просим в заявлениях. Заявления поступают у нас в город Чита, все о нарушениях графиков, о невывозе. Здесь диспетчерская служба отрабатывает их в части рассмотрения ГЛОНАССов. Все машины у нас обеспечены системой ГЛОНАСС. То есть обязательно смотрим, где машина проезжала, в какой момент она проезжала, с какой скоростью, место остановки. То есть это все фиксируется. Если диспетчерской службой выявлены нарушения, то, соответственно, перерасчет производится. Потребитель не должен доказывать факт неоказания услуги. Разбираться будет, мол, сам оператор. И следующий вопрос, должен ли мусоровоз забирать золу и автомобильные шины. Зола не входит в твердые коммунальные отходы. Шины должны утилизироваться. То есть они даже не должны размещаться на объектах размещения. Их нельзя там размещать. Стеклотара, к сожалению, это то же самое, что пластик и картон. Но в силу стоимости совершенно, так скажем, нерентабельной этого вторичного сырья, то ее никто не собирает и не перерабатывает. Поэтому стеклотара, соответственно, у нас попадает в баки мусорные. И мы ее вывозим и размещаем с шинами. Это проблема всего Запайкальского края. В некоторых районах края нет расчетно-кассовых центров «Алерон плюс». То есть у потребителей нет элементарной возможности обратиться в офис компании и очно решить свои вопросы. Да, у нас закрыты расчетно-кассовые центры. В Газимура-Заводском районе, в Олег-Заводском районе не работает в силу того, что мы просто там не можем найти персонал в этих районах. То есть когда решится ситуация у нас с персоналом, который сможет обслуживать население юридических лиц в этих районах, то, соответственно, тогда и открою. И кратко об остальном. В частном секторе нет контейнеров для сбора отходов, так как неопределены места и нет контейнерных площадок. По словам спикера, искать места для установок должны муниципалитеты. В 2024 году в регионе могут начать заниматься строительством завода по переработке шин, но это пока не точно. В этот же год в Читинское отделение «Алерон плюс» купят еще 14 единиц техники, чтобы избежать сбоев в работе. Сдавать батарейки и лампочки можно в администрации районов. По словам директора компании, там должны быть установлены специальные ящики для лампочек и батареек, которые в итоге утилизируются. Валерия Наумова, Иван Дементьев, ЗАПТ-ТВ. У пенсионерки Любови Шильниковой 10 детей, 6 взрослых и 4 малыша под опекой. Младшему Даниилу срочно нужна операция на сердце в Кемерове. Средств на дорогу, обследование и реабилитацию не хватает. Любовь обратилась за помощью в благотворительный фонд «Спасательный круг». Указом президента России наступивший 2024 год объявлен годом семьи. С удивительной семьей Шильниковых мы познакомились как раз в канун новогодних праздников. В семье 10 детей. Любовь Михайловна, глава семьи, после гибели мужа в одиночку воспитала шестерых и взяла под опеку внуков. Ну, так сложилось. Дочери не смогли воспитывать своих детей. И в настоящее время пенсионерка Любовь Михайловна является опекуном Любы, Сони, Миши и Дани. И готова взять под свое крыло и других детей из дома малютки. Вот только нужно вылечить младшего Даню. Это мои дети. Я занижусь отдам. Это просто мои дети. Вот несмотря на то, что они под опекой. У меня приемная семья. Я хотела сначала их усыновить, удочерить. Но как бы мне очень тяжело. Я на пенсии. Вот то, что у нас случилась такая проблема с Даниилом, с сердцем. Вот из-за этого, наверное, я и обратилась за помощью. Никак не хватает денежных средств на поездку на операцию. Вот. И сумма немаленькая. Вот. Я не знаю, что делать. Это у нас дорога обойдется. Там доп. Обследование платное, как нам сказали. Но квоту нам, как бы, вот документы есть. Операция нужна, сказали, как бы, желательно. Чем быстрее, тем лучше. Потому что, когда я Даниила забирала с дома малютки, мне сразу изначально сказали, у мальчика порог сердца, вы рискуете. Я сказала, нет, я его заберу. Мы каждый год наблюдались. У кардиолога все, все замечательно, все хорошо. Не беспокоило, вообще ничего не было. А вот в этом году именно, ой, в том году именно, вот к концу года началось, что он ходит у меня на футбол в садике. Дети занимаются футболом. Он после этого очень сильно стал уставать, потливость, вот это у него сразу. На улице где-то упадет, ударится, он начал синеть. У него прямо вот так все синеет, закатываться начал опять, как маленький был. И вот мы попали в больницу. Нас положили в больницу в декабре. Мы отлежали, нас обследовали полностью и сделали выводы, что нам нужно опираться срочно. Нас направили в Кемерово. Сейчас, на данное время, мы ждем, значит, звонка. И нужно будет сразу в течение 10 дней, то есть это сдать здесь анализы и выезжать сразу в клинику. Диагноз у нас поставили, значит, Даниилу. Эта перегородка, вот тут все расписано, написано по сердцу. Также я хотела обратиться к нашим неравнодушным забайкальцам. Видно, пришло и мое время просить помощи у людей. Помогите, пожалуйста, потому что сумма нужна небольшая. Ну, в данное время ее просто нет. Я пенсионер, занимаюсь детьми, занимаюсь благотворительным. Со своей подругой занимаемся благотворительностью, значит, оказываем помощь населению тем ребятам, ну, тем семьям, у кого ребята не вернулись с СВО. Не так давно Любовь Михайловна сама потеряла брата и решила помогать другим. И, несмотря на все трудности, не сдается. В этой большой дружной семье живут счастливые дети, потому что они любят друг друга и свою маму Любу. Мое желание, чтобы Даня с операции вернулся здоровый. Сумма к сбору составляет 150 тысяч рублей. Заходите на сайт Спасательного круга и в разделе «Сейчас собираем» найдите Даня Шильников, 5 лет. Помогите! Спасательный круг На тебя одна надежда, мой друг На тебя одна надежда, мой друг Компания «Ванг», принадлежащая Станиславу, Универову и планирующая заняться газификацией Забайкалья, разместила в своем телеграм-канале объявление об открытии стационарного офиса. Расположен он по адресу микрорайон Солнечное, 388А и выглядит вот так. В объявлении сообщается график работы. Не так давно губернатор Забайкалья Осипов заявил, что газификация идет не по плану. Совы слов, подрядчик недостаточно быстро подписывает договоры с местными жителями о газификации. К концу года их должно быть 13 тысяч. А вот представитель прокуратуры во время судебного заседания по газификации в феврале заявил, что концессия может повторить печальную участь детских садов, которые должны были также построить по концессии, но они сделали этого. Детские сады в Борзе и в Акше сейчас задействованы в уголовных делах. Также на этой неделе жители микрорайона Светлой заявили СМИ, что в начале марта у них начали забирать газовое оборудование, в том числе котлы. Некоторым объяснили это тем, что район не попадает в первый этап газификации, в других районах не хватает оборудования. Чиновники, между тем, заявляли, что котлы якобы не подошли по мощности. Бывший глава поселка Шерловая гора Алексей Панин предстанет перед судом по обвинению в халатности, за которой 16-летний подросток упал в заброшенную шахту и погиб. О завершении расследования уголовного дела сообщается на сайте Следственного управления СК России по Забайкалью. Трагедия, напомним, произошла вечером 31 марта. Двое парней гуляли на территории заброшенной угольной шахты, расположенной в полутора километрах от поселка. Через некоторое время один из подростков не обнаружил около себя своего друга. Позже тело юноши нашли в шахте на глубине 20 метров. Занимавший в то время должность главы поселка, Алексей Панин отказался комментировать ситуацию и не ответил на вопрос, почему заброшенная шахта не была законсервирована, но заявил, что в поселке нет черных копателей. Панин тогда досрочно сложил с себя полномочия. По версии следствия, обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по созданию безопасных условий для жителей. Во время предварительного следствия Панин не признал вину. Следком, между тем, сначала возбудил уголовное дело о преступной халатности в отношении неустановленных лиц в администрации поселка Шерловая гора. Дело взял под контроль глава следкома Александр Бастрыкин. Компания из Читы Автодорстройсервис выиграла контракт на 100 миллионов рублей на ремонт улиц Новобульварной, Володарского и Александрозаводской в Чите в этом году. Информация о выборе подрядчика опубликована на портале госзакупок. Начальная стоимость закупки оценивалась в 133,5 миллиона рублей. Автодорстройсервис зарегистрирована в Чите в 2017 году. Учредителей там трое. 40% принадлежит Александру Шуняеву, еще 40% Дмитрию Комогорцеву, 20% Андрею Данилову. На конец 2022 года выручка этой компании составила 50,5 миллионов рублей, прибыли 1,6 миллиона. В 2023 году компания выиграла 10 контрактов на ремонт дорог в Чите. Полицейские остановили грузовик около Читы, в котором находилось свыше двух тонн красной икры, почти 300 коробок с камчатским крабом и другие морепродукты, на которые не было необходимых документов. Об этом сообщил официальный представитель МВД России в своем телеграм-канале. Известно, что водителем грузовика оказался житель Карачаева Черкесской республики. Суммарная стоимость перевозимой продукции превышает 14,5 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Перевозка товаров без маркировки» в особо крупном размере. По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет и штраф до одного миллиона рублей. За каких-то полгода компания перевернулась на 180 градусов. Посыпались жалобы и многочисленные проверки. Об этом в беседе с журналистом ЗАП-ТВ обмолвилась юрист компании «Медфуд» Нелли Келехсаева. Владелец же компании понимает, что его попросту убирают, как ненужного игрока. Цитата. «Ситуация некрасивая, грязная и с запахом». Что творится в индустрии лечебного питания и кто идет на смену «Медфуду»? Анжелика Панибрашина продолжит. Итак, «Медфуд» – это крупнейший в России поставщик лечебного питания на рынке с 2000 года. Развивается компания в Москве, Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руси, Нарьянмаре и Якутске. Напомним, в Чите проект начался с первой городской больницы. Компания оказывает услугу пяти лечебным учреждениям и ежедневно кормит порядка 2500 пациентов. «Медфуд» есть и в Краснокаменске. На лечебном питании там районная здравница. На предприятиях в двух филиалах трудоустроены порядка 400 человек. Продукты, как рассказали представители компании, закупаются в Забайкальском крае. Помимо жалоб, которые часто сыпались на «Медфуд» как из рога изобилия, ситуация усугубилась тем, что однажды расстройство желудка после ужина получили свыше 20 роженец в Читинском роддоме. Однако после проведенной проверки специалистами Роспотребнадзора сальмонеллез и какие-либо вирусные заболевания у отравившихся выявлены не были. И тем не менее «Медфуд» получил черную метку. Представители городского родильного дома дважды просят УФАС включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Оба обращения отклоняются. В «Медфуде» уверены, это было сделано с главной целью – не заключать новый контракт. А позже представители учреждения, где рождается счастье, заключают контракт с другим поставщиком – компанией из Екатеринбурга «Медвкусконсалтинг». С ней же контракт на поставку питания заключили и в Краевой клинической психиатрической больнице имени Кандинского. За годы, проведенные в Забайкальском крае, конкретно когда я возглавлял эту компанию, мы сделали очень много хорошего, очень много. Начиная от того, что очень много было безвозмездной помощи, как миллионов на сто где-то, в тех деньгах, не в современных, а в тех. Просто об этом никто не помнит, почему-то. Почему-то все забыли пандемию, когда единственная компания, которая смогла не довести дополнительного обсеменения, когда губернатор мне звонил и просил срочно несколько кур воды дать в больнице, какие-то сверхконтракты, когда просили одноразово, забыли все, забыли. Забыли про вечный огонь, забыли про все спонсорские дела, про наводнения, про пожары. Все забывали. Из зоны комфорта «Медфуд» начали выводить с 2015 года. «Роспотребнадзор» опубликовал на своем сайте информацию о том, что компания была оштрафована за нарушения, выявленные в цехах. Штраф заплатили, нарушения устранили. А спустя год региональная контрольно-счетная палата выявила уже неправомерное распределение бюджетных средств. В 2016-м у «Роспотребнадзора» снова имелись претензии только уже к питательности блюд, которые подавались пациентам Краевой клинической инфекционной больницы. «Медфуд» снова устраняет нарушения. После жаловаться стали и сами пациенты. Затем «Медфуд» раскритиковала тогда еще вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова и министр здравоохранения Оксана Немакина. Ситуация странная. При одних руководителях никаких проверок, при других – недочеты один за одним. И здесь напрашивается два вывода. Либо фирму игрока пытаются убрать с рынка, используя при этом все средства, которые, как известно, на поле боя хороши, либо нарушения были и раньше, но о них предпочитали молчать. Доля капитала компании «Медфуд», а это 99%, принадлежат промышленной медицинской компании «ПМК Меддек», учредитель Юрий Протасов. Он уверен – это игра в одни ворота. Догадывается, откуда растут ноги и к кому они собираются бежать. Ну, ситуация некрасивая, грязная, с запахом. Причины мне не сны, я сразу могу сказать. Но понимаю, что я все-таки немножко постарше и в бизнесе с 93-х годов. То есть немножко понимаю, как работал раньше, как работает сейчас. О тех фигурантах, которые присутствуют в Забайкальском крае, могу сказать одно. Это бывший мой генеральный директор моей компании, который делает все для того, чтобы очернить каким-то образом. Я иногда читаю, поверьте мне, я не углубляюсь в эту грязь, потому что в ней можно погрязнуть, как в Абдиевых конюшках. Я так понимаю, что идет… люди гибнут за металл, так говоря. Хотят финансовые потоки перенаправить с одного русла в другой. Кричат, что это некая монополия. Это не монополия. Монополии не так формируются. Не так. Такого не было и быть не должно. К сожалению, а может быть даже и к счастью. Но то, что происходит от того, как ханалили… Сегодня Протасов продает компанию «Медфуд» со всей федеральной сетью. Отмечает, сделать это он вынужден. Протасов строит фармацевтический завод, который требует огромных вложений. Юрист организации отмечает особо явно проблемы начались как раз с начала переоформления бизнеса. «Медфуд» стали якобы незаконно выселять из пищеблока, в развитии которого представители компании, как рассказывают, вложили больше 200 миллионов рублей. И тут же нашим конкурентам предоставляется помещение в психбольнице. И мы даже не знаем, на каком основании. Потому что торги не проводились. В эксплуатацию это помещение введено буквально 2-3 месяца назад. И мы не знаем, как это помещение на территории психбольницы, это специальный режимный объект, получили другие люди. Конечно, по этому поводу мы тоже выясняем все и будем выяснять. И мы узнаем, на каком основании предоставлен этот пищеблок. То есть возникает очень много вопросов. А почему это все происходит, никто из нас не может утверждать. Мы действительно не понимаем, с кем война, с «Медфудом» или с Протасовым. Кто кому что сделал в регионе, понимаете? Но в свете недавнего интервью относительно того, что «Медфуд» зажрались, возникает вопрос. А ничего, что заключен контракт с другим поставщиком, цена которого на 5,9 миллионов больше? Ну, ведь это прослеживается какая-то тенденция, что нас просто вытесняют с рынка. Это точно нездоровая конкуренция. Со стороны наших заказчиков, с кем у нас заключены контракты, инициируются такие акты порой односторонние, что там нарушение всего только что можно, понимаете? То есть подделываются подписи, указываются факты, несоответствующие действительности. Вплоть дошло до того, что мы решили приобретать камеры GoPro на сотрудников, просто потому, что элементарно бывает ситуация, нам нужно вывозить мусор. Наши сотрудники его вывозят. Ровно через 5 минут кто-то кладет снова мусор и говорят, что мы не вывезли мусор. Ну, то есть вот таких ситуаций очень много. Итак, конкуренцию Медфоду составляет компания из Екатеринбурга Медвкус Консалтинг. Открываем систему проверки данных. Компания зарегистрирована в 2018 году. Директор Станислав Михалев. На конец 2022 года чистая прибыль составила 8 миллионов рублей. В арбитражных судах были рассмотрены 6 судебных дел. В половине из них они выступали ответчиками. Однако первое, что бросается в глаза, это численность работников. Два человека. По словам представителей Медфода, у новой компании нет даже специализированного транспорта. Что уже нарушение. К примеру, нам доподлинно было известно, что ранее наши конкуренты поставляли еду в неспециализированных, например, автомобилях. То есть при несоблюдении температурного режима, неизвестно в каких емкостях. Иногда это было даже такси. То есть это все грубейшие нарушения. Не говоря уже о том, что там нет зачастую ни ланчбоксов, ни каких-то специальных контейнеров для перевозки еды. То есть вы же поймите, мы, чтобы соответствовать всем требованиям, вложили в это очень много ресурсов. Очень. В том числе и финансовых. А тут организация, которая возникла за один день, начала кормить со столовой какого-то учебного учреждения колледжа, расположенного на территории Читы. Это тоже доподлинно известный факт. То есть соответствует ли оно вообще требованиям или не соответствует, никто даже не вдавался в эти подробности. То же самое сейчас. Каким образом на территории психбольницы оказались наши конкуренты? Соответствует ли это помещение, учитывая, что само помещение только что введено в эксплуатацию? А чтобы его оборудовать, чтобы вы понимали, там одна система вентиляции, ее установка занимает точно не одну неделю. И стоит она далеко не маленьких денег. Понимаете? И мы не можем инициировать, добиться инициации, точнее, проверки этого всего. Мы хотим, чтобы их точно так же проверили, как к нам каждый день ходят. А к нам ходят практически каждый день. Проверяя все. Начиная от того, что нож не того размера, крышка не того размера. Действительно ли Медвкус Консалтинг пользуется услугами обычного такси? В чем они доставляют еду до пациентов? И правда ли, что помещения, где они базируются, не соответствуют требованиям? Мы попытались дозвониться по нескольким указанным номерам до компании Медвкус Консалтинг безуспешно. Если у второй стороны есть что сказать в свою защиту, звоните в редакцию. А пока ясно одно. У этой сомнительной и запутанной истории однозначно должно быть продолжение. И, по всей видимости, с привлечением правоохранительных органов. Анжелика Панибрашина, Павел Шухляев, ЗАПТВ. Яркие огни магазинов завораживают. И мы часто останавливаемся, чтобы посмотреть, а что там на витрине. Даже не задумываясь, что она тоже смотрит на нас. Сколько же историй она пережила? Первое знакомство. Детские салочки, пока не поймала охрану магазина. Все это останется здесь. И каждый раз, возвращаясь, вы будете вспоминать минуты счастья, когда можно побыть только вдвоем. Мы не можем знать, как закончится наша история, но мы можем сделать ее незабываемой. Так давайте начнем писать ее уже сегодня, вместе. До встречи в «Максе». Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой, под нашими выпусками новостей на Ютубе. Делитесь публикациями ЗАПТВ в социальных сетях на своих страницах и делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok